Купил я себе такой пауэрбанк с неплохими параметрами, 30 000 мАч, вот такие токи и напряжения заявлены на упаковке, с поддержкой Power Delivery, как на вход, так и на выход, фирма Bix. В коробке короткий кабель Type-C, Type-C, сам пауэрбанк довольно массивный, инструкция. Нажатием на кнопку можно включить дисплей, где показан процент заряда. При зарядке видно, что напряжение на входе показано на полвольта меньше. От другой, более мощной зарядки тоже показания не точные. Неприятная мелочь, но на работу не влияет. Есть еще такое зарядное устройство для ноутбука с выходом Power Delivery на 65 Вт. И в этом случае показано на полвольта меньше, а должно быть показано ровно 20 Вт. Теперь проверю Power Delivery, как он будет заряжать ноутбук. Ноутбук полностью разрядился. У этого ноутбука Lenovo T480, два аккумулятора по 24 Вт в час каждый. Попробую подключить штатным кабелем, который шел в комплекте. Вот что показывает сам Power Bank. На выходе 20 Вт. Потребление 0. Так, потребление пошло. Лампочка зарядки загорелась. Цель этого теста проверить, сколько раз я смогу зарядить этот ноутбук этим Power Bank. И, кстати, вольтметр на выход показывает напряжение верное. 20 Вольт. Видно, что ток заряда упал, значит скоро ноутбук зарядится. Индикатор на ноутбуке показывает, что заряд завершен, а дисплей показывает, что заряд еще идет. Ну вот, наконец-то ток 0 А. Отключаю его от ноутбука и включаю ноутбук для дальнейшей разрядки. Кстати, насчет износа батареи. Степень износа одной батареи 19%, второй батареи 18%. Сейчас дождусь пока полностью разрядиться и поставлю на зарядку, опять же, от Power Bank. Все, ноутбук выключился сам. Больше не включается. Так, вот Power Bank. У него оставшийся заряд 53%. Включаю кабель. Теперь посмотрим, на сколько процентов зарядилась батарея ноутбука. Ну, как-то так. То есть, в принципе, чуть менее чем на два раза этого Power Bank вполне хватит для заряда ноутбука. Так, а теперь тест, сможет ли Power Bank зарядить практически полностью разряженный включенный ноутбук. Проверяем. 52, 54, 50, 64 ватта. Если нагрузить процессор до 100%, тест стабильности. Загрузка процессора 100%. Мощность потребляемая от Power Bank 64 ватта. То есть, полную мощность берет от Power Bank 64 ватта. Сможет ли этот Power Bank 64 ватта заряжаться от другого Power Bank 64 ватта, одновременно отдавая энергию ноутбуку. И, к сожалению, одновременно заряжать и разряжать этот Power Bank 64 ватта не может. Зато, если его заряжать теми же 20 вольтами от Power Delivery источника, то 5-ти вольтовые порты работают и от них можно заряжать телефон. Единственное, что им нельзя заряжать во время зарядки Power Bank, это ноутбук. Спустя год активной эксплуатации Power Bank начал вздуваться. На нем даже появилась трещина. Процесс вздутия начался после того, как я питал им ноутбук. А сам Power Bank при этом находился под ноутбуком. Никогда так не делайте. Ну а дальше мне остается лишь поменять в нем вздувшиеся ячейки. Для таких экспериментов лучше Power Bank разрядить. У него все еще есть заряд. Для этого можно использовать любую нагрузку, хоть телефон. Лучше всего маломощную, чтобы Power Bank отдал как можно больше своего заряда. Я буду использовать обычную резисторную нагрузку. Подключаю ее к USB. И током 0,7 А буду его разряжать. До тех пор, пока он полностью не отключится. Теперь можно приступать к экспериментам. Корпус Power Bank собран без единого шурупа. Крышка держится на защелках, но так крепко, что приходится использовать для открытия металлическую отвертку. Именно поэтому я сначала полностью разрядил Power Bank, чтобы в случае повреждения ячеек отверткой снизить риск возгорания. С внутренней стороны каждой защелки есть выступ. Им она и крепится за внутреннюю часть корпуса. Осталось, пожалуй, самое сложное. Это открыть вот эту большую крышку. Главное, не проткнуть содержимое. Внутри уже виден один элемент аккумулятора. Я думаю, их здесь 4 штуки будет. Вот сейчас было очень опасно. Отверткой задел прям внутренность. Но вроде не повредил. Открыл я все-таки эту крышку. Имеется термодатчик. Здесь 3 элемента. На Алиэкспресс я заказал абсолютно такие же аккумуляторы с заявленной емкостью 10 Ач. Сейчас. Спустя время он еще сильнее надулся. Возможно, я с ним что-то сделаю позже. Этот пакет аккумуляторов оказался приклеен к корпусу. Поэтому берем спирт и заливаем его туда. Ну и немного надо подождать, я думаю. Пока оно там все впитается. Продолжение следует... Остальные аккумуляторы не вздулись и могут послужить в каких-нибудь самоделках. Постепенно клей размягчается от спирта. И элементы отклеиваются легче. На дне корпуса видно фольгу, предназначенную для рассеивания тепла от платы контроллера. Все аккумуляторы извлечены. Я измерил их емкость. Как видно, за год эксплуатации, конечно же, она стала меньше. А у вздувшегося тем более. Емкость у новых аккумуляторов я также измерил. Аккумуляторы попались хорошие, с честной емкостью. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом B2+, потом B3- И последний B3+, начиная с нижнего B1- Minus Музыка Музыка Первый элемент припаян B1- B1+, следующий элемент Тут главное ничего не перепутать, иначе будет короткое замыкание Сейчас припаиваем B2- B2+, берем аккумулятор Вот это минус Вот он тут обозначен Минус припаивается Вот к этой площадке Плюс припаивается Вот к этой площадке Можно чуть-чуть наживить И последний элемент у нас идет Его мы припаиваем к B3- И к B3+, Музыка 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 Остался плюс Так, далее Я беру провод К сожалению, тот провод я потерял Красный, который был в оригинале Поэтому возьму вот, например, такой провод Достаточно толстый, медный И припаяю его на его законное место Где он и должен быть Возьму такой плотный скотч Одного слоя, наверное, достаточно будет И вот у нас готовая батарея Сюда наклеивается Защитная картонка Такая вот Ну, в общем-то, как и было Которая должна, в принципе, надежно защищать От каких-либо повреждений Вот сам преобразователь здесь Располагается Специальный направляющий вставляется Чтобы при подключении Какого-либо устройства В USB-порт Эта плата не провалилась внутрь Решил все-таки Немного обезопасить Также углы Сюда так или иначе Попадает песок Который может повредить Тонкую оболочку Да, кстати, не забываем Про датчик температуры Его я помещу Вон туда, внутрь Забыл же кнопку Припаиваем минус Припаиваем плюс Сейчас это будет очень опасно Так, вот я припаял Если нажать на кнопку То он покажет почему-то Ноль процентов Отключим к зарядному устройству То интересно будет 11,4 вольта 80% Ток 1,4 ампера Идет сейчас На вход Ну и вот как бы все Осталось закрыть его крышкой Конечно же он немного Уже покоцанный Здесь по краям Потому что вскрыть его Было весьма непросто Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok